Развитие транспорта нам не показано, и фактически в заключении мы рассматриваем основные направления, принципиальные, которые предлагаются генеральным планом для развития города Воронежа. Первая политика, первая стратегия состоит в том, что да, мы перед собой ставим задачу компактного развития, внутреннего развития, но все равно город Воронеж обречен на развитие в адномерации с окружением. Это уже сложилось. Вы видите, сколько объектов, сколько поселений, сколько центров формируется вокруг Воронежа. Мы это все должны учитывать, и это уже сегодня миллион двести, двести пятьдесят, и в любом случае миграции из Воронежской области ежедневные, трудовые поездки будут осуществляться, и мы в моделировании транспортных потоков это учитывали. Поэтому расселение в адномерации это тоже предмет нашего генплана, потому что таким образом сформированы основные магистрали, восток, север, запад, юг, что они собирают потоки трудовых ресурсов, население и вводят в определенные секторы города, а значит мы должны их встречать внутри, соответствующим образом распределенными рабочими местами и транспортной инфраструктурой. И таким образом появляется вот эта секторная структура, западный, северный, восточный сектор, южный, в котором мы изучаем расселение и формируем свои подцентры, чтобы и эта часть агломерации имела свой ключевой центр, где тоже будут объекты обслуживания, а не только обязательно ехать в Воронеж. И они на себе будут замыкать часть социокультурных потребностей, производственных и других. Дальше. И соответственно, с тем, как функционирует агломерация, предлагается организовать и сам блок территории Воронежа. Сегодня Воронеж разбит на 6 административных районов. Приблизительно равной численности, может отличается по численности средней. Но все вы знаете, с советских времен, как формировались административные районы городов, по количеству членов партий, по равнинству. Эта концепция, естественно, руходит. И приходит другая, какая планировочная. И вот предлагается система планировочной организации города, которая должна стать будущим административным устройством. Другие административные районы должны быть, которые выделяют вот эту центральную часть города, самую важную, где фактически будет сконцентрировано главный Воронеж. И те сектора, как фактически самостоятельные города, у которых есть и свои рабочие места, и свое разноселение, и свое обслуживание, и свои парки, и сады, они будут рядом пешеходной доступностью. Не надо постоянно мигрировать. И если мы к этому еще нормально организуем вопрос арендного жилья и той системной подвижности, о которой я говорил, то, в общем-то, скажем так, жить станет легче. Не знаю, веселее, но легче точно. И вот после того, когда у города появляются вот такие планировочные сектора, становится понятным, а какие основные связи будут в этом городе. Потому что очень важно правильно выстроить сеть общественного транспорта именно на самых главных существующих и перспективных нагрузках. И вот здесь показаны зеленым цветом те связи, которые сегодня вполне эффективно обеспечиваются. И вот эти связи, оранжевые, не обеспечиваются. И мы должны обеспечить нашим трамваем и в далеком будущем светом по общим метрополитетам. Потому что вот здесь, на этом слайде, а на следующем слайде более крупно, мы видим, как распределяются рабочие места и население. Это главные мотивы движения внутреннего. Мы видим, что серьезно растет население в Заречном Северном, растет рабочие места в Западном, растет население в Центральном Заречном. И, к сожалению, пустые южные. Те, которые очень важно было поддержать этот центр и равномерно распилить нагрузки, но это развитие этих секторов блокируется развитием и функционированием военного отрока. И мы оставляем это на будущее. Эта проблема – это отложенное решение развития города Воронежа. То есть он пока будет активно развиваться вот так. Но вот это мы должны иметь в виду. Законы топологии города, морфологии, они гораздо более устойчивы, чем наши с вами решения. Потому что гораздо существует столетия. И дальше. И договорившись о том, как у нас формируются связи и общественный транспорт, становится легче понимать, а как нам дальше организовать застройку. Потому что нам-то всем нужна именно это – жилье, работа, обслуживание, рекреация. И вот на этом слайде вы видите некие оранжевые территории, прилегающие к транспортным магистралям, прилегающие фактически к маршрутной сети трамвая и общественного транспорта. Это так называемая зона влияния, зона пешеходной доступности. Это сейчас один из методов планирования перспективного расселения. И мы говорим, если у нас транспортно-ориентированный город, ориентированный общественный транспорт, то доступность его должна быть пешеходная. А значит, вот эти территории, покрашенные на рашу, должны быть эффективно, плотно освоены, чтобы система работала. А там, где нет этого цвета, не лезьте туда застройки. Дальше. И этот каркас формируется не только зонами влияния будущего транспорта. Он уже сегодня складывается. Вот мы взяли все программы по развитию социальных, общественных объектов, вузов, школ, медицины. И вы видите, что так или иначе они концентрируются на этом каркасе. Мы должны его учитывать. Но мы идем дальше и предлагаем городу определенные знаковые объекты. И я надеюсь, мы сегодня обсудим. Может быть, добавите еще какие-то знаковые объекты. Город должен заявить себя. Просто по СНИПу строить города сейчас невыгодно. Воронеж конкурирует. Воронеж борется за свои трудовые ресурсы, борется за инвестиции, хочет взять свое место в рынке международном, российском. Ему нужны определенные объекты, определенные программы, события. Сейчас это очень хорошо правительство Российской Федерации поняло. После того, как мы провели Олимпиаду в Сочи. Потом мы зацепились за это и решили футбол организовать. И мы видим, как всколыхнула страну эта тема. Тема под названием Great Events. И не случайно это же было отработано еще в Барселоне в 80-е годы, когда главный советник королевы Чроджес предложил администрации Барселона организовать сначала экспо, а затем Олимпийские игры. И Барселона взорвалась. Она стала мировым городом. Мы должны искать события для Воронежа. Посмотрите, сейчас как активно работает Екатеринбург. Ищет события. Играет на этом поле. Пытается попасть в тему экспо. Не проходит. Пытается попасть в студенческие игры. И попадает. Начинает трансформироваться город под эту тему. Русская инфраструктура. Город себя заявляет. Опять же, он становится привлекательной и поднимается по лестнице рейтинга. Олеги, думаем о том, что не хватает Воронежу. Каких событий. Какие таланты нужны, чтобы их затислить. Программа. Дальше. В результате вот этих трансформаций, что мы можем получить с Воронежа? После того, когда мы обеспечим необходимые связи. Обеспечим реконструкцию вот этой центрального ядра. Мы положим два Воронежа. Очень интересно. Один, условно говоря, сервисный Воронеж. А второй промышленный. Но не тот промышленный, который сегодня. А промышленная уже другая промышленность. Она потихоньку должна трансформировать, входить в рынок. Быть эмуляционной. И не надо говорить, что не нужна промышленность городу. Сейчас начинают понимать и в крупных строительствах, и в Москве, что нужна промышленность. Но другая. И у нас именно в Левобережье отличные предпосылки. Потому что у нас железная дорога, которая не мешает городу. Здесь она разрезает город и мешает ему функционировать. А здесь она не мешает. Более того, у нас здесь появляется скоростная магистраль. У нас здесь формируется вот эта юг. Ось север-юг, о чем я говорил индустриально. Это абсолютно шикарные условия для вовлечения в работу заречной этой части, Левобережье всей Воронежской области. Трудовых ресурсов милиции. Поэтому именно укропненно и происходит вот это приоритетное зонирование. Левобережье, правобережье. Сервисный, промышленный. Дальше. Наполнение вот этой сервисной части и всей города, естественно, по требованию гемплана. Дальше нами прорабатывается отдельно, определяется судьба отдельных промышленных зон, судьба отдельных промышленных жилых территорий и, конечно, зеленых и рекреационных. Часть эта представлена в основном, в работе своих двух сегодняшних. Дальше. И, наконец, центр. Это то любимое, то ценное, что есть в городе. Это исторический Воронеж. Некоторые считают, что вообще Воронеж это только вот эта историческая часть. А все, что там за железнодорогой, это уже не Воронеж, это какой-то другой город. В этом есть определенная правда. И наша задача вернуть Воронежу его массу, его размер. И поэтому после реорганизации вот этих территорий старых формируются новые оси развития общественного центра по направлению основных районов. И вместе с системой зеленых коридоров, зеленых бульваров и парков мы улучшаем и меняем периферию, некогда периферию Воронежа, возвращая ему центральность. Делая привлекательным не только вот эта историческая часть, но и те районы традиционно жилых застройок. При этом сохраняя историческую ценность исторического города. Большой. Один из примеров такого развития центра за счет реорганизации промышленной территории как раз в северном правлении тысячестного города, вы будете на этом слайде. Итак, мы подходим к финалу. Для того, чтобы мы понимали, о чем мы говорим сегодня, вы уже имеете представление, но по-хорошему мы должны понимать. Вот в центре это те основные территории, которые генеральный план предъявляет рынку, предъявляет городу, он их формирует. К этому добавляется транспортная инфраструктура и природно-рекреационная территория. Но этого мало. Мы должны отработать природную среду экологическую, определить состояние сегодняшнее и перспективное. Мы должны сохранить природно-ценные территории особо охраняемые. Мы должны обеспечить охрану историко-культурного среда в исторической церкви. Это выходит в документы. Мы должны сформировать инженерную инфраструктуру и, соответственно, социальную инфраструктуру. И, наконец, добавить всему к этому вопросы гражданское оборудование. Это все входит в генеральный план. Это сложный комплексный документ, но за ним все стоит все-таки самое главное. Это вот эта сортина, ради которой мы сегодня с вами собрались. И на эту сердцевину влияют те факторы, как то экологическое состояние, загрязнение территорий, в которых мы должны избавляться. Мы должны интегрировать тот шикарный пригородный зеленый комплекс максимального города, заставить его на город работать. И мы должны сохранить то историческое наследие в городе, в тех охранных зонах, которые уже утверждены. И что мы в конце концов сегодня обсуждаем? Что мы с вами делаем? Мы обсуждаем главный планировочный каркас, который базируется на общественном транспорте. В результате работы мы получаем зонирование использования территории и формируем регламенты, о чем я говорил и покажу чуть позже. И, наконец, транспортный каркас вместе с эти три чертежа обеспечивает 90% успеха будущего вармежа. Заявив концепцию компактного города и его взаимодействие с агломерацией, мы проверяем, насколько мы не ошиблись. И сравним существующие потоки автомобилей и пассажирствия, перспективные автомобильные, перспективные общественные. Пока получается, и следующий слайд подтверждает это, потому что, обратите внимание, в будущем, сегодня у нас в пятиминутной транспортной доступности общественным транспортом 56 тысяч рабочих мест. А в будущем, вот эта 15-минутная доступность общественным транспортом 132 тысячи рабочих мест. И так далее. По каждой из охроний у нас увеличивается. Мы затрачиваем одно и то же время, но хватываем в два раза больше населения и рабочих мест. Это самый главный показатель эффективности, потому что он достигается не только общественным транспортом, не только уличной дорожной сети, он достигается всей системой организации и застройки, и всех ограничений. И это тем самым интегральный показатель не ошиблись в моем выборе той стратегии компактного развития и той инфраструктуры, которая его показывает. Дальше. Ну, в заключении все-таки остается обязательно вот эта концепция периферийного развития, которая моделируется нашими специалистами и показывается при ее доминировании на первом этапе у нас начинает краснеть транспортный каркас, об этом надо понять, плюс отсутствие инфраструктуры. Да, его легче строить, этот вариант, но он дороже в жизни в эксплуатации. Этот тяжелее строить, но легче жить. Мы должны с вами проголосовать сегодня. Что нам ближе? Первое или второе. В том числе поддержать разработчиков генплана, ориентацию сложнее строить, но легче жить. Или сказать, нет, давайте больше строить, а затем разберемся, а вдруг пронесет. Дальше. Реализация политики. Дальше. Естественно, мы сказали, что надо мониторить генпланы, поэтому в рамках работы мы установим цаевые индикаторы по всем заявленным позициям, которые дальше город, власть ежегодно должны отчитываться перед всеми нами, как мы шаг за шагом движемся по направлению реализации тех направлений, которые становились дальше. И вот то, о чем я говорил, о том, что у нас генеральный план не только стратегия, не только видение будущего, он инструмент конкретного управления застройкой через последующие документы. Потому что в составе генплана мы формируем не просто зонирование территории по видам использования, мы объединируем это зонирование разрешенной плотности застройки на участках, этажности застройки органичивания, фиксируем долю территории общего пользования, куда входят зеленые территории и транспортные инфраструктуры. И вот именно это взаимодействие и должно обеспечить определенное качество городской и жилой среды уже на стадии генеральной планы, а затем подтвердится в проектах планировки. И дальше в проектах застройки. Дальше. Естественно, поскольку задача трансформации, преобразования города внутри одного вида, используемого в другой, требует определенных механизмов. Сегодня такой механизм есть, комплексно-устойчивого развития, и уже в рамках этой работы мы наметим территории, которые должны пройти трансформацию, и на эти территории город должен объявлять конкурс, должен организовывать разработку проекта планировки, чтобы, как говорится, начать сразу уже готовиться к реализации этого большого проекта. Дальше. Ну и самое важное, не самое важное, а последнее, но не самое бесполезное, это понимать, что процессы мониторинга мы все время должны отслеживать ситуацию. Мы должны сначала, как я уже сказал, в рамках генплана наметить программу действий, но затем все время программу корректировать и определиться, в какие моменты мы должны какие-то функции выбрасывать в адгломерацию, и в какие моменты мы с вами созреем, чтобы заговорить о негативополитане. Дальше. Ну и последнее. Минплан не может изменить экономику города. То есть мы с вами рассказали, как мы можем хорошо жить, мы ничего не поменяли. Но мы создаем пространственные условия для будущей экономики и лучшей жизни. То есть мы даем шанс дальше этим воспользоваться. Не факт, что этим воспользуются, но мы шанс так и даем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ